Алоха всем людям, рептилиям и другим существам, живущим на Земле. В этом выпуске речь пойдет об известном швейцарском химике Альберте Хоффмане, об ученом, который хотел создать совершенное лекарство, но открыл мощнейший психоделик, позже запрещенный по всему миру. А теперь заваривайте мухоморы, шаманские травы, ну или просто чаек. Мы начинаем. Альберт Хоффман родился 11 февраля 1906 года в курортном городе Баден на севере Швейцарии. Он был старшим из четырех детей. Отец мало зарабатывал, трудясь слесарем на местной фабрике. Семья жила на съемной квартире. Большую часть своего свободного времени будущий ученый проводил на улице, гуляя по зеленым лесам и дыша кристально чистым воздухом. С самого детства природа его очаровывала. Альберт стремился понять суть его живого. Он отправился изучать химию в университет Цюриха, так как хотел исследовать мир на уровне, где энергии и вещества объединяются, чтобы создать жизнь. Его основной интерес был в химии растений и животных. В 1929 году, когда ему было всего 23, Хоффман получил докторскую степень за исследование структуры хитина. Затем ученый устроился на работу в химико-фармацевтическое подразделение лаборатории Сандес в Базили. Начав изучать лекарственные растения как часть программы по очистке и синтезу активных компонентов для использования в фармакологических целях. Конкретно он занимался исследованием морского лука, но больше всего его заинтересовали психоделические свойства спрыньи, которую использовали средневековые лекари. Спрынья – это грибок, поражающий рожь. Хоффман хотел синтезировать аналог его действующего вещества. В своих научных изысканиях он опирался на ранние разработки. Еще до него британские ученые вывели из спрыньи алкалоидосодержащий препарат – эрготоксин. А затем исследователи Института Рокфеллера вывели основу – ядро алкалоидов спрыньи и назвали его лизергиновой кислотой. Альберт предположил, что эрготоксин состоит из разных алкалоидов и решил исследовать их один за другим. 25-м алкалоидом оказался диетиламид лизергиновой кислоты. Так, в 1938 году Альберт Хоффман впервые получил ЛСД. Химик передал вещество лаборатории университета и принялся за дальнейшее исследование. Лаборанты вывели молекулярную формулу диетиламида, но подробно это вещество они исследовать не стали. Спустя 5 лет Альберт Хоффман вернулся к изучению ЛСД-25. Было 16 апреля 1943 года. В это время шла Вторая мировая война. На последней стадии синтеза химик был вынужден прервать свой опыт, так как у него внезапно начались галлюцинации из-за того, что вещество попало в его организм, впитавшись через кончики пальцев. Спустя 3 дня химик уже намеренно употребил ЛСД. Он принял 250 микрограмм диетиламида. Хоффман почувствовал легкое головокружение. Затем у него возникло чувство тревоги. Появились визуальные искажения. Воздействие наркотика постепенно возрастало. Вскоре эффект стал настолько силен, что ученый уже не мог составлять связанные предложения. Позже в сопровождении коллеги химик отправился домой на велосипеде, так как автомобиля не было из-за ограничений военного времени. Пока доктор ехал, ему казалось, что он не может сдвинуться с места, хотя на самом деле ехал он быстро. Все окружащее напоминало ему ожившие картины Сальвадора Дали. Дорога дрожала, а дома покрывались рябью и деформировались. Приехав домой, ученый попросил ассистента вызвать ему семейного врача и взять у соседки молока. Он выбрал его в качестве общего противоядия при отравлениях. Голокружение и ощущение потери сознания стали настолько сильными, что Хоффману пришлось лечь на диван. Окружающий мир еще более ужасающе преобразился. Все в комнате начало вращаться, а предметы мебели приобрели гротескную урожающую форму. Женщину, которая принесла ему молока, он с трудом узнал. Она была коварной злой ведьмой в раскрашенной маске. Но больше всего его пугали не трансформация мира, а перемена того, как он воспринимал внутреннюю сущность. Доктору казалось, что он находится вне тела, наблюдая за собой со стороны. Затем бред и чувство тревоги прошли. Их сменили яркие разноцветные образы в форме спиралей, которые взрывались фонтанами цвета, перемешивались и превращались друг в друга в непрерывном потоке. Хоффман обратил внимание, что слуховые ощущения трансформировались в изображение. Каждый звук приобретал свою форму. Визуализация под влиянием ЛСД продолжалась даже с закрытыми глазами. Прибывший врач не смог найти у доктора никаких отклонений, кроме расширенных зрачков. В итоге ученый заснул, а утром чувствовал себя немного уставшим. И на весь день, по его словам, сенсорная чувствительность на порядок усилилась. В этот день, 19 апреля 1943 года, когда Альберт Хоффман намеренно принял кислоту, вошел в день, как день велосипеда. Ученые Сюрхского университета, изучая ЛСД, выяснили, что вещество обладает крайне низкой токсичностью, то есть человек не может умереть от передозировки. Смертельная доза должна быть просто космической. Было определено, что действие диетиламида продолжается от 8 до 12 часов. Спустя трое суток он полностью выводится из организма, и следы его присутствия не выявляются. Также исследователи заметили, что наркотик не вызывает никакой зависимости и плохого влияния на организм. В 50-е и 60-е годы ЛСД стал использоваться в медицине для лечения психических расстройств. Оказалось, что пациенты с депрессией, приняв ЛСД, куда чаще обращались к своим самым тайным воспоминаниям, что облегчало общение с психотерапевтом и, как следствие, повышало эффективность лечения. В середине 60-х кислоту начали употреблять и за пределами клиник. Вещество опробовало на себе более 2 миллионов американцев. Главным популяризатором ЛСД был гарвардский профессор психологии Тимоти Лири. Харизматичный преподаватель угощал наркотиками избранных студентов, предварительно не уведомляя их об этом. Вскоре его выгнали из Гарварда со скандалом. Сам Хоффман в это время завязал дружбу с Олдасом Хакси. Тот в 1963 году, умирая от рака горла, попросил свою жену сделать ему инъекцию ЛСД, чтобы облегчить страдания. В конце 60-х власти США, а затем и других стран запретили использовать вещество в любых целях, в том числе и в медицинских. Диатиламид стал потенциально опасен из-за моды на него. Альберт Хоффман называл ЛСД лекарством для души и возлагал на вещество большие надежды. Он был очень расстроен общемировым запретом его изобретения, приведущим к тому, что кислота ушла в подпольные круги. Ученый изучал не только алкалоиды с парыньи. Будучи директором отделения исследований природных лекарственных средств лаборатории Сандес, в 1958 году Хоффман первый в мире синтезировал псилоцибин, активное вещество галлюциногенных грибов. Он также интересовался семенами мексиканской ипомеи. Он обнаружил, что активный элемент этих семян химически схож с ЛСД. В 1962 году ученый вместе с женой Анитой отправился в Мексику для изучения растений, известного как шалфей-предсказатель. Хоффман исследовал его, но так и не смог выделить его активные компоненты. В 1971 году ученый вышел на пенсию. За период своей карьеры Альберт Хоффман написал более ста научных статей и стал автором и соавтором множества книг. В книге «ЛСД. Мой трудный ребенок» он расписал подробности своего велосипедного путешествия. В свой столетний юбилей в 2006 году ученый стал центральной фигурой Международного симпозиума, посвященного ЛСД и привлекшего большое внимание с миг его открытия. Альберт Хоффман и его жена, которая умерла незадолго до его кончины, вырастили четверых детей. Сам химик скончался от сердечного приступа в своем доме под Базилем 29 апреля 2008 года. Ему было 102. В своей семье он оказался единственным, кто дожил до такого возраста. Старик не пользовался слуховым аппаратом, не носил очков, понятно разговаривал, имел острый ум, всегда был улыбчивым и гостеприимным. Ну вот и история окончена. Но помнишь, что конец – это только начало. А начало чего – решать уже вам. Всем вселенского катарсиса! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok